задний фон большие какие-то плоскости можно брать большую кисть это уже зависит от техники вашего подхода от того от многих вещей которых вы и принципов и вашей школы как вы это делаете можно делать большими заливками можно делать маленькими заливками можно делать средними заливками я делаю это все прорисовываю маленькими маленькими мазочками Вот так, каждую поверхность, каждую форму, каждый этап последовательной работы Я все это прорисовываю сразу же, сходу, я просто начинаю прорисовывать маленькими мазочками Еще раз повторяю, это зависит от техники каждого У каждого свои вкусы, свои техники, поэтому каждый рисует по-своему Но принцип остается одинаковым То есть идут просто чистые прозрачные цвета без добавления белил От начала и до самого конца Именно эта техника, она является особенной и интересной, потому что в ней нет белил То есть можно использовать белое только в качестве поверхности грунта Использовать самые белые и светлые части А самые темные в качестве уже наложения цвета и тона краски Вот смотрите, я просто это все просто вот так вот Деликатно, тоненько, просто все прорисовываю прозрачными красками Фон уже идет с добавлением каких-то там кобальтов Я пока что это все намечаю Относительные тона и цвета просто намечаю А потом в процессе я это все буду углублять Прорисовывать И заканчивать И нижнюю часть стола, мы ее тоже можем наметить, она самая легкая Вот так Где-то здесь взять основные оттенки, тона Рисунок взять И где-то на этом этапе уже мы уяснили себе, где что находится Взяли основные цвета, тона и композицию Где это все находится Ваза, на каком месте, на столе, относительно фона Вот теперь, что мы делаем? Вот так же в том же духе и продолжаем Продолжаем прорисовывать прозрачными красками Здесь немножко фиолетового Ваза прозрачная Немножко Здесь розовая Можно пройтись по листикам Наметить точно более веточки И так продолжаем Так, смотрите, я уже тут нанес Некоторые Тона Прорисовывал здесь И уже обрабатывал немножечко форму Я работаю Я люблю очень работать мелкими кистями Такими тонкими Сразу же прорисовывая И углубляя форму Почему? Она сразу же дает и графику, и рисунок И сразу же можно И Как бы Работаешь этим, как карандашом Техника Техника Она очень напоминает Как бы Пуэнтилизм Почему? Потому что она Вот Вся техника Она такими точечками Такими маленькими Тонкими мазочками Но это не обязательно Рисовать только такой Тонкой кистью Это, как правило Идет больше к деталям Большие формы И Большие Плоскости Можно брать И побольше кисть И закрывать Большие площади Большая кисть Позволяет работать Как большими плоскостями Так и углубляться В маленькие детали Они Ну как Не совсем большая кисть Вот такого Допустим Размера Они Являются универсальными Вот И Можно одновременно И прорисовывать И тонировать И углублять форму Вот Я сейчас пока что Просто Перекрываю Работаю с Белым Тоном С белым Фоном Он где-то остается На участках И получается Такая Пуэнтилистичная Такая Импрессионистичная Такая Техника Такими Мозочками Вот И немножечко Можно Притонировать Нижнюю часть Стола Это хорошо Как для пропитки Грунта Так и для Взятия основных Отношений В работе Между фоном Между вазой Вот И Так же и продолжать Так же и продолжать Так же и продолжать так вот смотрите я буквально просто у вас ну как говорится в прямом эфире прямо у вас на глазах вот все это и прорисовываю беру сразу же объем вот кашицу этих цветов листики вот посмотрите прямо вот так вот где-то там происходит смешение красочных слоев к красочной густоты это все можно использовать в технике продолжаем просто продолжаем рисовать и прорисовывать жидкими красками жидкими не нужно добавлять белила именно в этом и заключается основа этой техники этого подхода литировочного потому что можно потом в процессе конечно добавлять белила но это именно вот она как начинается без белил так без белил в принципе можно и закончить я потом сейчас еще покажу как взять если вам не удается если вы забили самые белые части работы которые вам необходимо оставить да вот там вам необходимо оставить блик или какую-то часть и вы и вы ее утеряли вы ее уже закрасили краской то в этом совершенно ничего нет страшно вы можете взять это тряпочкой оттереть добавить можно смочить тряпку разбавители и точно также оттереть это место которое вам нужно чтобы оно было самым светлым вот и продолжать продолжать дальше рисовать